Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына и сегодня у нас стрим с Гарри Каспаровым, чемпионом мира по шахматам, российским оппозиционным политиком. Гарри Кимович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Приветствую. Российско-украинская война вошла в критический период. Путину нужно столько территории Украины, сколько он сможет получить. Кремль готов вести войну столько, сколько надо. Об этом заявил глава службы внешней разведки Украины Литвиненко. И он говорит, что на сегодняшний день РФ пытается решить одновременно четыре задачи. Я предлагаю вот эти задачи нам с вами обсудить. Первое. Обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизировать население и экономику, а также увеличить производство оружия и военной техники. И вот глава внешней разведки пишет, что в 2026 году объемы военного производства в России должны поддерживать масштабные боевые действия высокой интенсивности. А уже в 2028 году агрессор должен восстановить военные возможности, которые он имел по состоянию на 22-й год. Получается, что у Путина есть какая-то дальновидная перспектива? И если все-таки завтра война не закончится, но это не факт, то что будет делать Путин? Ну, во-первых, надо понимать, что долгосрочные планы не означают, что война должна все время продолжаться. Все-таки строят планы для того, чтобы поддерживать вообще сегодня экономику, ну и вкладывать деньги, потому что это такой довольно сложный процесс. Невозможно начать производство новых видов оружия, когда нету, скажем, государственного заказа. Это планирование стратегическое. Кстати, надо сказать, что эта проблема сегодня остро встала на Западе, потому что многие западные компании, производители оружия, требуют от своих правительств, скажем, от немецкого правительства, например, гарантии того, что когда война закончится, что заказы у них будут, потому что все-таки выстроить целые линии производства вооружений в массовом порядке, с точки зрения бизнеса не имеет смысла, если по окончанию военных действий все это придется демонтировать. Но понятно, что у Путина таких проблем нету, это все-таки экономика командная, то есть как сказали, так и будут делать. Но, тем не менее, надо понимать, что в этом заложена еще и стратегическая перспектива выживания режима. Путинский режим может существовать только в условиях интенсивности разного рода военных действий. То есть война стала уже способом функционирования режима, потому что любому режиму нужна своя легитимность. Понятно, что режимы диктаторские всегда ищут какую-то символику. Им необходима какая-то концепция, которая позволяла бы поддерживать уровень легитимности, способность сдерживать потенциальный взрыв недовольства в стране. И совершенно очевидно, что выборный институт уже давно превратили в полную фикцию. И поэтому сегодня легитимность Путина, путинского режима базируется на конфронтации со свободным миром. И в этой конфронтации украинская война играет ключевую роль, потому что это не просто захват территории. На самом деле, мне кажется, здесь не совсем правильно говорить, что нужно столько территорий, сколько он сможет захватить. Конечно, он все захватит. Но Путину нужна моральная победа над Западом. Скажем, например, прекращение войны на данный момент, сохранение захваченных территорий – это огромная победа Путина. То есть Путин стремится к слому мирового порядка, который выстраивался после Второй мировой войны, на основе признания границ, договоров, разного рода международных консенсусов. И все это должно быть сломано, потому что тогда у Путины появляется возможность продолжать конфронтацию практически по всему периметру земного шара. Что мы сейчас и наблюдаем? Совершенно очевидно, что сложилась уже, это даже не ось зла, это, в общем, такая масштабная, я бы сказал, геометрическая фигура, такая масштабная, которая включает в себя, естественно, Россию, Иран, Венесуэлу, Китай, ну и всякие там квази-образования, типа Хамаза и Хизбаллы, ну и Сирию можно там до кучи добрать. В общем, диктаторов в этом мире террористов хватает. И Путин хочет вот этой войной и увеличением российского военного потенциала продолжать играть ключевую роль вот в этом интернационале диктатора-террористов. А он настолько уверен в своих силах, ну вот стать глобальным лидером, или он просто пытается так всех нас в этом убедить? А у него нет другого выхода на самом деле, как бы война диктует свои законы, вот он уже втянулся в эту войну, опять, я говорю, он в данном случае, Путин фигура собирательная. Это уже целый режим, который не может существовать иначе, как в рамках конфронтации, потому что если не конфронтация, то чем надо заниматься? Значит, надо обеспечивать уровень жизни гражданам, но это, в общем, совсем, как говорится, не то, что этот режим привлекает. В какой-то мере это перекликается, вот сегодняшняя концепция, которую вы сейчас озвучивали, она же перекликается с тем, как там вел себя Хамас, например, в Газе. Миллиарды долларов на гуманитарную помощь тратились на создание тоннелей, системы ракетных ударов, то есть на терроризм. Ровно потому, что Хамас не может существовать иначе, как в условиях конфронтации с Израилем. Но это локальная проблема. Путинский режим — это такой гигантский глобальный Хамас. Он может существовать сегодня только в условиях тотальной конфронтации с свободным миром, и поэтому нужно постоянно наращивать этот потенциал. И это как наркотик. Надо все больше и больше впрыскивать дозу, чтобы не выйти из состояния равновесия. Тут еще проблема в том, что у него есть возможность наращивать этот потенциал. Россия с начала полномасштабной войны заработала 550 миллиардов евро на продаже нефти и газа. ЕС остается самым крупным импортером российских энергоресурсов. Основными покупателями являются Германия, Нидерланды, Италия. После Европейского Союза в списке главных покупателей Китай, ну а также Индия, Турция и даже Южная Корея. То есть Москва имеет возможность продлевать многомиллиардные расходы на войну против Украины? Ну здесь мы подходим, мне кажется, к самому болезненному вопросу, потому что война на самом деле должна вестись, имея конкретную стратегическую цель. И вот здесь позиция Европы и Америки, она носит, скажем так, довольно двусмысленный характер. Да, Европа помогает Украине, да, Европа согласна, что Россия представляет угрозу, но тем не менее Европа не в состоянии войны с Россией. Более того, по большому счету, как говорится, бизнес as usual. То есть продолжается, я бы не сказал, ненормальная торговля, но все пакеты санкций, они недостаточно эффективны, а ровно потому, что в условиях глобальной интеграции мировой экономики, чтобы прекратить доставку в Россию необходимых товаров для воспроизводства военной продукции и продолжения войны, нужны гораздо более серьезные меры, политические меры. Это не просто меры чисто экономического характера. Потому что если, скажем, например, Европа отказывается, скажем, не запрещать какой-то экспорт в Россию, ну, она отказывается через Казахстан, через Кыргызстан, через Узбекистан, через Грузию, через Армению, ровно потому, что немецкий, финский, эстонский, литовский, латышский бизнес, они продолжают функционировать в этих условиях, не нарушая никаких законов. Это же действительно парадокс. Вот я говорю, балтийские страны занимают крайне принципиальную жесткую позицию, но бизнес из этих стран продолжает торговать с Россией через третьи страны. И это касается также российской нефти и российского газа. Ну, понятно, что много лет Европа методично подсаживалась на эту иглу. Но это спасибо госпоже Меркель и другим политикам, которые убеждали нас, что без российского газа Европа не сможет нормально функционировать. В принципе, он может функционировать. Но опять, здесь мы подходим к принятию важнейших политических решений, которые могут привести к серьезным геополитическим изменениям. Ни европейцы, ни американцы не готовы пока иметь дело с потенциальным хаосом в России. Поэтому идет война вот такая. Да, конечно, Украину поддержать, дать все, что мы ей можем, но при этом не нарушать этот хрупкий баланс. Так не воюют. Война требует кардинальных действий. Скажем, просто закрыть к черту проливы вот эти датчане могут закрыть проливы вообще. И никакой торговли нести не будет просто. Или поставить такую пошлину там, которая сделает это, ну, если не полностью экономически невыгодным, но, по крайней мере, отнимет у России там несколько сот миллиардов долларов. Это политические решения, серьезные политические решения, требующие конкретной цели. Война ведется до полного разгрома агрессора. Вот как бы unconditional surrender, безоговорочная капитуляция. Это то, что сказали Черчилль и Рузвельт в 43-м году. Вот так ведется война. На сегодняшний день даже близко вот такой позиции нет. А более того, у европейцев даже проскальзывает на уровне подсознания какие-то вещи, которые вдруг выходят в интервью. Когда, например, министр вороной Германии говорит, Германия должна быть готова к войне в Европе в 2025 году. Дословно. Так, секундочку. Господин Писториус, вы карту смотрели? А Украина – это что у нас? Азия стала сегодня. То есть очень важно, что все равно в подсознании присутствует, что это вот где-то в другом месте идет война. Нет, мы, конечно, должны помочь, но мы должны также быть готовы к войне у нас в Европе. То есть вот пока сохраняется вот это ощущение, что мы все-таки можем как-то между струйками проскочить. Путинский режим продолжает, по крайней мере, поддерживать боевой потенциал российской армии. То, что происходит, скажем, в Средней Азии, в Центральной Азии, правильно говорить сейчас, конечно, избегая советских штампов. Так вот, страны Центральной Азии стали перевалочным пунктом для переброски всех просто компонентов вооружения, включая просто уже напрямую деталеры для мин, порох. То есть это все идет через эти страны. И опять, что можно сделать, ну, а как вы можете запретить компании торговать, если на это нет прямого политического решения? И канадцы, и американцы, и европейцы должны для себя решить, что мы должны вести войну до разгрома Путина. Вот. Кстати, неплохо было бы для начала отозвать послов из Москвы просто. Ну, понизить уровень депутатистских отношений. И так там ничего не функционирует. Ну, дайте хоть какие-то сделайте жесты, продемонстрируйте, что это война, которая вас тоже касается. А вы не являетесь просто там как бы так, ну, заинтересованной стороной всего-навсего. Ну, то есть, получается, Запад и Европейский Союз, они не верят в победу Украины? Это такой непростой вопрос. Они не верят в другое слово. Они не знают, к чему приведет победа Украины. Вот на самом деле, они на уровне инстинктов понимают, что полная победа Украины, восстановление украинской территориальной целостности, как я говорю, это украинский флаг Севастополя, это совершенно новая геополитическая реальность, которая с большой долей вероятности приводит к краху путинского режима и потенциальному распаду России. Для того, чтобы пойти, в общем-то, по этому пути, нужна политическая воля. И, ну, действительно, это нужен масштаб политиков. Ну, посмотрите на тех, кто сегодня управляет западным миром. Байден и Шольц. Ну, мы что, ждем от них решений на уровне Аденауэра и Рузвельта? Нет, не ждем. Именно поэтому Запад и пытается найти вот какие-то промежуточные варианты. То есть, чтобы вот, да, чтобы Украина как бы устояла, Путин не победил, но при этом, чтобы не произошло какого-то тотального коллапса в России, потому что тогда Китай усилится и непонятно, что будет. То есть, слишком большие проблемы, но явно превосходящие по своему историческому масштабу калибра людей, которые сегодня эти решения должны принимать. Возвращаясь к задачам Путина, о которых написал глава службы внешней разведки, он говорит, что одна из задач – это сформировать альтернативную западу коалицию стран, построение коалиции большинства и превращение Запада в один регион – Евроатлантика. И в перспективе РФ попытается внедрить западные страны в свои регионы. Также Кремль готовится к предстоящей агрессии против других стран. В приоритете Кремля остаются Молдова и страны Балтии. Уже сейчас РФ продвигает в этих странах нарративы якобы нарушений прав русскоязычных. Ну и, конечно же, раздувание конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах. Сейчас в России формируют экспедиционный корпус, привлекая не только остатки ЧВК Вагнера, но и других вооруженных формирований. Вы верите в то, что Путин действительно может начать агрессию сейчас против других стран? И кто может помочь России осуществить ее планы? Трудно представить, что сегодня Россия в состоянии начать еще одну полномасштабную войну. Тем паче, если эта война должна пройти на натовской территории. А все-таки при всей сегодня беззубости западных правительств и их неготовности вступать в конфронтацию, появление российских войск на натовской территории, мне кажется, не оставит им выбора. Любые агрессивные действия на территории Эстонии или Литвы, они заставят западный мир все-таки вмешаться. Ну и всем понятно, что натовской мощи хватит для того, чтобы пройдить в пыль путинскую армию очень быстро. В принципе, всем понятно, что и Украина могла бы это сделать. На американских складах хранится достаточно оружия, которое могло бы позволить Украине выиграть войну в считанные, я бы даже сказал, не месяцы, недели. Тот факт, что до сегодняшнего дня Керченский мост стоит, он просто показывает, что американская администрация не готова к победе Украины. Не надо производить новое оружие. Ракеты дальнего действия с правильным боезарядом, дроны большие, это все могло бы в две недели уничтожить всю логистику путинской армии. Просто всю логистику. От Керченского моста до железной дороги, которая через Мелитополь идет. И война заканчивается ровно потому, что как без поддержки войск, как можно ее вести, если у вас логистическая вся инфраструктура разрушена. Поэтому я с трудом представляю себе, что кремлевские стратеги готовятся к по-настоящему нападению на натовские страны. А вот не натовские страны, это другая история. Вот скажем, Молдова, это вполне возможный вариант, ровно потому, что страна не натовская. И это как раз тот уровень провокации, который Путин устраивает. Потому что надо будет нато разбираться, что делать. Учитывая их неготовность принимать исторические решения, это может создать дополнительный кризис. Но главное, мне кажется, сейчас, это не этот фронт. Это, мне кажется, угрозы, которые должны напрягать натовских стратегов, которые боятся панически любой эскалации. Главное, это, конечно, элементы гибридной войны. Во-первых, это выборы. На этих выборах, как мы видим, ситуация меняется. И опять, здесь не надо искать какого-то специального даже злого умысла. Всегда в ситуации неопределенности популисты получают лучшие шансы. Ну, идет война уже, почти два года. Большая, полномасштабная война в Европе. Совершенно очевидно, что люди инстинктивно тянутся к тому, кто предлагает простые решения. Поэтому Словакия, Голландия сейчас. То есть мы просто видим, что в этих условиях откровенный популист, который предлагает простые, понятные решения, он получает перевес. Это просто законы политической физики. И это Путин понимает, что дальнейшие выборы могут просто давать ему дополнительные козыри. Потому что коалиция не антиукраинская, но против помощи Украине, она разрастается. Был один Орбан, сейчас уже стал Словак появился с ним. Сейчас, глядишь, там и голландец подсоединится. И уже проблема, это уже не один голос с Орбаном. А это уже будет целая коалиция, которая будет, если не полностью тормозить помощь Украине, то, по крайней мере, серьезно затруднять решение вопросов на общеевропейском уровне. Европа медленно к этому идет. Например, давно пора было принять решение о том, что консенсус отменяется. Война идет, в конце концов. Это делается достаточно просто. Нужна политическая воля. Идет война. В условиях войны нужны какие-то решения. Квалифицированное большинство. Две трети, даже три четверти. И тему закрыть просто. Война требует решений, на которые нынешние политики не способны. Кроме того, Путин, безусловно, смотрит на весь периметр земного шара. Хамасовское нападение на Израиль, я не сомневаюсь, было полностью срежиссировано в Кремле. Никаком не в Иране. Иран выполнял, мне кажется, подручную роль. Путин надеялся, что он плечет внимание. Кстати, в какой-то момент он до этого добился. Потому что поставки оружия в Украину сократились. Израилю тоже нужно оружие сегодня. Мало кто обращает внимание на Финнесуэлу. Там тоже готовится сейчас аннексия соседней страны, в Гаяне. Буквально через две недели будет так называемый референдум по крымскому образцу. Мадуру уже тоже выучил эти путинские все трюки. Так что что-то может начаться еще буквально под боком американцев. Кто знает, что там Северная Корея выйдет. То есть в целом поддержание напряжения при условии, что Запад не готов к конфронтации. Ну, Запад слаб сегодня, мы это видим. Не экономический. Экономический Запад очень силен. Не в военном плане подавляющее превосходство имеет. Но нужна политическая воля. Но политическая воля, она, к сожалению, отсутствует просто по факту. А вот, кстати, этот миграционный кризис на границе РФ с Финляндией, это что? Это попытка так ответить на вступление Финляндии в НАТО? Или же все-таки сейчас Россия пытается дестабилизировать Финляндию? И это такое, ну как, можно сказать, противодействует этой стране? А что нового придумали? То же самое Белоруссия делала на польской границе. На самом деле, мне кажется, это просто семь элементов дестабилизации. И любая, любая возможность создать проблемы, она используется. Их же не интересует, что будет там потом, в перспективе. Потому что эти люди, которые приехали в Россию, в общем, в основном, скорее всего, они пришли там из каких-то террористических организаций. Ну, в общем, скажем, далеко не мирные граждане. Ведь если они останутся в России, могут быть проблемы и на территории России. Это их не волнует. Сегодня цель дестабилизации. Дестабилизация всего пространства политического. Кстати, дестабилизация там на границе, даже если со стороны России, тоже неплохо, потому что это кризисные точки. И Путин хорошо усвоил, вот, скажем, путинская команда, что Запад панически боится любой эскалации. Панически боится. При том, что понятно, что никакой эскалации реально ресурса на это нет. Если бы американцы действительно вели бы себя жестко, то война бы давно закончилась в Украине. Но слабость, она всегда провоцирует диктатора на какие-то новые действия. Это, ну, как законы, там, даже животного мира. Хищник прыгает, если вы ему спину показываете. В принципе, он не может отвозить глаза. В данном случае мы имеем ситуацию, когда Запад постоянно пытается, пытается, как бы минимизировать риски эскалации, и тем самым просто ее провоцирует. Она все-таки, она все возрастает. Вот сколько атак на американские военные базы сейчас идет, там, там, десятки атак. Просто вот все эти какие-то, там, повстанцы, хуту, которых там ирансно-обжиродник нет, эти, как, хуситы, которые вот эти в Йемене обстреливают. Ну, до Израиля долетают ракеты. Но американские базы что-то, какие-то проиранские группировки обстреливают. И американцы не могут ответить. Ну, мы же понимаем, да, что там один ответ, и просто все заканчивается просто. Одна авианосная группа просто уничтожит там просто весь Иран, если захочет. Нет политической воли. Опять пытаются о чем-то договариваться. Опять пытаются искать компромиссы. Компромиссов быть не может. Это война, в которой нет ничьей, в которой нет компромиссов. Или они выигрывают, или мы выигрываем. Гарри Кимович, Путин сейчас в последнее время стал очень публичным на фоне разговора о том, что умер он или нет, и он там на разные встречи летает. А если вот представить, ну это вдруг, если так случится, что случайно самолет Путина собьют, что тогда сделает Россия, а точнее те, кто там держит сейчас власть? Они будут сразу применять ядерное оружие? Или же все-таки там начнется дележка власти? Мне просто вот интересно, что будет в случае подобной пригожинской смерти Путина. Интересная тема, да, как говорят. Вопрос, конечно, интересный. Я об этом не думал, честно скажу. Ну, во-первых, надо понимать, что там сам по себе свободу не падает, а ракета тоже не из космоса прилетит. То есть, во-первых, надо понять, откуда ракета прилетит. А если это Украина вдруг собьет? Я думаю, ничего не будет. То есть не будут сразу ядерное оружие бросать? Нет, конечно, не будут, ну хорошо. Вот не будут и все. Но вот, опять, мафиозный закон, ну, еще не повезло. Ну вот, значит, бывает так. Значит, там, даже если мы оставим разговоры о смерти Путина, о двойниках, на самом деле, мафиозные законы по-другому работают. Мафия не делает вещей, которые потенциально могут привести к ее уничтожению. Какое ядерное оружие? Ядерное оружие там могут ответить еще. То есть, в принципе, черт его знает, что случится. Нет, конечно, там будут надувать щеки, конечно, там будут какие-то там страшные-страшные тары там, страшными карами грозить, но не могу представить себе, что при Путине или после Путина российское руководство решится на примене ядерного оружия. А что они? Будут между собой грызться за власть? Ну, а что? Ну, мы книжки читали по истории. Всегда, естественно, будет грызня за власть. Другое дело, что надо понимать, как там баланс внутри сложен. До конца мне это не очевидно. Мне кажется, что сейчас, даже если мы вычтем Путина из этого уравнения, то все равно военная партия сильнее на сегодняшний день. Я всегда считал, что Пригожим как раз представителем другой партии, ну, назовем ее условно, партия не мира, а партия окончания войны, ровно потому, что точка зрения этой партии была, что война была убыточна для их бизнеса. Ну, это как мафиозная разборка там. Вот что важнее, продолжать войну или попробовать ее завершить, чтобы там продолжить свой бизнес, в общем, довоенную. Но на сегодняшний день российская экономика так перестроилась, и более того, Запад не сумел создать эффективную систему санкций, которая бы обрушила эту военную экономику. Поэтому сегодня, мне кажется, ключевые игроки в российской политике, сегодня вокруг Путина, которые группируются, они зарабатывают в основном на войне. Поэтому мне кажется, что даже если мы сегодня убираем Путина из этого расклада, то все равно немедленного окончания войны не будет. Наверное, будут какие-то другие попытки договориться, но все равно это будет через войну, потому что война стала, мне кажется, уже главным способом обогащения правящей верхушки. 22 ноября Путин выступил на онлайн-саммите G20. Давайте послушаем. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украину. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в цену. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? Ну, во-первых, меня возмущает, что военный преступник, тот, на кого уже выдан ордер Международного суда, он вещает на весь мир в такой кампании. Как это вообще доступили? И, во-вторых, на кого рассчитана его речь? Ну, исходим из того, что это был Путин. Потому что в нашей жизни сейчас постоянно идет изучение через компьютерную графику, вообще Путин это или не Путин. Кстати, вот я посмотрел еще раз внимательно. Ну, в общем, есть у меня сомнения все-таки. Вот есть какие-то сомнения. Но, опять, я не эксперт в этих вопросах. Неважно, в данном случае это Путин, в кавычках или без. Это некоторая уже сегодня, как бы, конструкция российской власти. Вот этот коллективный Путин, который там вещал. Заветы доктора Геббельса. Чем чудовищнее ложь, тем легче верят. Ничего нового опять здесь не произошло. Ну, конечно, упоминать сектор газу. Ну, это... Если бы Израиль воевал бы путинскими методами, война бы кончилась там за один день. Просто там в газе ничего не осталось бы просто. Вот если бы Израиль применял бы вот путинские методы просто, вот, вот, тотальное разрушение инфраструктуры. Израиль пытается минимизировать как раз вот жертву гражданского населения. Ровно наоборот. Хамас всячески пытается увеличить количество жертв мирового населения. На самом деле параллель правильная, только она с обратным знаком. Израиль и Украина сегодня — это форпосты свободного мира в борьбе с диктаторами-террористами. Сегодня война, она протянулась, как бы, от Днепра до реки Иордана. Вот это война против тех, кто хочет разрушить свободный мир. И, ну, можно, конечно, напомнить Путину, если он уже забыл историю. Все эти арабские террористические группировки, они из пробирки КГБ выросли. Это тогда еще, в 60-е годы, все это зарождалось, и ничего не поменялось. Хамас, куда бежит Хамас, когда проблема? В Москву. Ну, через Тегеран, естественно. Поэтому, как бы, путинские слова, ну, восприниматель трудно всерьез просто. Понятно совершенно, что это, я повторяю, по лекалам доктора Геббельса. Но я разделяю ваше возмущение по поводу того, что, конечно, мировые лидеры продолжают слушать этот бред параноидальный. И это, опять, та же проблема. Нет политического решения, на самом деле. Есть много граждан России сегодня, которые хотели бы, как бы, альтернативной России. Нас довольно много. Запад по-низски боится. Вот этот страх, что вот что-то случится, что в России будет обвал, часть территории куда-то уйдет, Китай усилится. Это ночной кошмар вот для всех этих западных горе-политиков, которые ищут вот все время каких-то компромиссных вариантов. Ну, конечно, как может военный преступник вещать на весь мир, причем там проливать крокодиловые слезы по поводу жертв мирного населения. Когда эти госпитали, на которые ссылается западная пресса, в общем, они просто в Украине разрушаются каждую неделю. Кстати, вот вся эта тоже истерия, спровоцированная, естественно, про-хамасовскими элементами, реально антисемитской пропагандой на Западе, она же игнорирует тот факт, что в Украине эта трагедия продолжается уже почти два года. Массовые атаки на гражданскую инфраструктуру. И человек, который непосредственно виновен, он там читает лекции вот на мировом саммите. Ну, что я могу сказать? Ну, вот, кстати, Байден и Си Цзиньпин, они не решили слушать эти бредни Путина. Они не присоединились к этому онлайн-саммиту, но они встречались между собой в Сан-Франциско. И вот, как вы думаете, чего вообще стоит ожидать от этой встречи в контексте Украино-Российской войны? Что-то глобальное они обсудили? Ну, это, мне кажется, тоже демонстрация того, что, как Америка и Китай, там они там в другой уже весовой категории, как бы вот слушать не обязательно. Вот, значит, но, к сожалению, переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на мой взгляд, в общем, вряд ли носили позитивный характер для Украины. Там есть спектр вопросов, которые надо обсуждать. Вот, понятно, что сегодня, как бы, ну, Китай является реально вот лидером несвободного мира. Не Путин, а Китай, лидером несвободного мира. Вот, ну, там это показательность. Вот, я смотрю на фотографию, вот, например, кто там сидит рядом с Байденом. Вот, в принципе, вот, понимаете, сидел, сидел, например, ну, понятно, Блинкен сидит. Он министр странных дел, госсекретарь. А слева сидит Елен, министр финансов. Точнее, Лада Байден сидит. А за Блинкен сидит Керри. А вот кто такой Керри вообще, в принципе? Что он там делает, в принципе, Керри? Это, ну, он занимается вот этой зеленой индустрией. Как бы, вроде бы, вроде бы, как бы, это далекий вопрос. Нет, на самом деле. На этом саммите, судя по всему, Америка сделала колоссальные уступки Китаю, именно в вопросе вот этой, в вопросе энергетики. То есть Китай является главным производителем, ну, крупнейшим производителем всей этой зеленой индустрии, солнечные батареи и прочее. И, учитывая, что китайская экономика находится в очень непростом положении, так мягко сказано, вот эти заказы стратегические, долгосрочные, Китаю очень нужны. Значит, учитывая, что Байден сделал эти уступки Китаю, вопрос, а что Байден хотел получить взамен? И есть сильное подозрение у меня, во всяком случае, и у многих людей, с которыми я разговариваю, что Байден пытается, или пытался, во всяком случае, склонить Синдзимпиня к тому, что тот надавел на Россию для принятия американского плана по окончанию войны. План это просто включает, на самом деле, раздел Украины, надо понимать. Никаких других планов у этой администрации нету. Все, что она говорит, что мы не будем обсуждать Украину без Украины, это неправда. Как бы они давно обсуждают каждый день. Значит, и идея, вот гениальная идея, которая там поселилась в головах американских стратегий, это прекращение войны, значит, как бы на постоянный сегодняшний день. И по Днепру пройдет граница между НАТО и Россией. Ну, то есть, свободная Украина принимается немедленно в НАТО и получает большую компенсацию, часть денег, которая там сейчас заморожена, выплачивается, как бы, на реконструкцию Украины. То есть, такая восточная-западная Германия. Что будет потом с Востоком Украины, с Крымом, это, как бы, эти неделы этих политиков, их уже там не будет, когда этот вопрос будет решаться. Но сегодня, как бы, они видят, что такое решение вопроса, как бы, формально появление американских, канадских, немецких солдат на Днепре, как бы, закрывает тему. Вот, НАТО расширяется. Ну, что делать? Ну, войну прекращаем. Проблема заключается в том, что Путин не хочет это принимать. Путин не хочет видеть НАТО на Днепре. И я думаю, что вот здесь как раз и идут переговоры. То есть, мне кажется, что вот они пытаются, Китай, американцы, склониться к тому, чтобы давить на Путина. С моей точки зрения, любые территориальные уступки Путину – это поражение Запада. Ровно потому, что войну можно выиграть. Я понимаю, когда война, ну, вот Вьетнам, например, 75-й год, ну, невозможно было войну выиграть. Это было понятно уже. Бог знает, где война идет. За Вьетнамом стояли из Советских Союзов и Китай. Война в джунглях. То есть, ну, вот все пытались американцы. Надо было уходить. Ну, вот, скажем, Афганистан. Зачем надо уходить? Там была стабильная ситуация. Да, не самая лучшая, но страна развивалась. Глядишь, там через 10 лет, там, может быть, демократия какая началась бы в принципе. То есть, позорное бегство из Афганистана ничем не было спровоцировано. Схожая ситуация в Украине. Эту войну можно выиграть. Даже сегодня выиграть эту войну можно. Никакие деньги Конгресса не нужны. Это неправда. Деньги, которые получает администрация из Конгресса, они идут на восстановление американского военного потенциала. Это не деньги в Украину. Ну, там небольшие деньги идут на экономическую помощь. В основном это деньги для американских военных заводов. А все оружие, танки, самолеты, ракеты дальнего действия, большие дроны, все находится на складах. И то, что Пентагон не использует. Это то оружие, которое является избыточным. И буквально 10-20% вот этого вооружения сегодня на фронте решило бы исход войны. Но американцы по-прежнему видят как бы вот идеальным для себя вариантом достижение какого-то компромисса. Компромисов с диктаторами не бывает. Как я всегда говорю, вы не можете заключать компромисс со злом абсолютно. Потому что любой компромисс — это победа зла. А как вы думаете, политехнологи Байдена, они могут рассматривать такой сценарий, чтобы сейчас сделать ставку на все накануне выборов, просить Байдена отдать Украине все оружие, чтобы победить это зло, ну и уже далее с этим идти на выборы? Ну, Байден никакой выборы не пойдет. Давайте просто объективно понимать. Он просто физически не дойдет до них. Просто посмотрите, как он ходит, как он говорит. Там 15 минут по телепромту речь прочитать он нормально не может. Это на самом деле иллюзия, которая продолжает сегодня паразитировать в американской политической жизни. Более того, вот это упрямое желание Байдена, точнее, мне кажется, коллективного Байдена, тех, кто за ним стоит, вот дотащить его полуживого до выборов, это то, почему Трамп продолжает оставаться в политическом пространстве. Потому что аргумент против Трампа наиболее мощный, который могут использовать и Ники Хейли, и Рон Ди Сантиес, и Крис Кристи, это то, что Трамп не избирает. Трамп сегодня по опросам проигрывает любому демократу, вообще демократу, но выигрывает у Байдена. И пока есть Байден, Трамп сохраняется в пространстве. И если ничего не изменится в ближайшие два месяца, начнутся праймерис, Трамп будет выигрывать праймерис, и к марту будет уже поздно. То есть, на самом деле, это мысль о том, что надо сохранить Трампа, потому что они же тоже понимают, вот эти Байдена советники, что Трамп – это единистый шанс Байдену. То есть, как говорится, они нужны друг другу. Но проблема в том, что выбирая между Байденом и Трампом, я думаю, многие американцы могут, в принципе, склониться к Трампу, ровно потому, что, ну, они все понимают, Байден не может физически управлять страной еще пять лет, год сейчас и еще четыре года. И поэтому нужна замена. На самом деле, таких вариантов много. Вариант о передаче Украине оружия, я о нем писал еще месяц назад, в Wall Street Journal. Самый простой вариант – закончить тему Трампа и войну. Оружие в Украине. Байден объявляет, что он уходит. Генерал Остин, который всегда был сторонником вооружения Украины, министр обороны США, становится кандидатом от демократической партии. Выборы пойдут в одну калитку. Но, опять, нестандартные решения, требующие, как бы, политической воли. Увы, на сегодняшний день, я говорю, западный мир управляется менеджерами, теми, кто не готов брать на себя историческую ответственность. Зеленский, кстати, дал интервью в Fox News и заявил, что готов обсудить мирный план с Трампом, но Украина никогда не отдаст России, Донбасс и Крым. И говорит, что мы можем остановить войну сейчас, если отдадим России, Донбасс и Крым, но это не мирный план. Вот, мне кажется, что как раз это интервью и было рассчитано на республиканцев и на самого Трампа. А вот насколько можно оценивать, ну, вы со многими, я уверена, общаетесь на Западе, что будет, если все-таки Трамп победит? Мне кажется, что сейчас делать такие долгосрочные прогнозы бессмысленно, ровно потому, что ситуация меняется очень-очень быстро. Мы все-таки еще находимся в ноябре, до выборов еще год, до начала праймерис еще два месяца. Я бы просто на сегодняшний день все-таки исходил бы из того, что война всегда вносит коррективы. И ситуация очень подвижная, она быстро меняется. В общем, ничего хорошего по методу Трампа, если это случится, ни Америке, ни миру не принесет. На самом деле, это проблемы для Америки огромные, ровно потому, что Трамп уже не скрывает своих планов, в общем, начать реформировать американскую политическую систему в сторону большего авторитаризма. Но эта проблема американская, и она связана с Украиной. Как раз решение украинского вопроса, разгром путинской армии в Украине, восстановление украинских границ 1991 года, это как раз и есть смертельный приговор Трампу. Потому что Трампу тоже, как и любому популисту, нужна эта неопределенность. Он на самом деле может рассказывать какие-то свои байки. А я решу проблему в один день. В этом плане президент Еленский прав, конечно, хорошо было бы услышать от Трампа какой-то план. Никакого плана у Трампа нет. На самом деле, это просто разговор, я тут все решу. Ну, понятно, как это будет решаться. Отдать Путину то, что он хочет. Но сказать это он, конечно, не может. Вот он как бы мифический план. У меня там, знаете, в ящике стола спрятан план там на 25 страницах, который по можности решить. Нет ничего у них. Там не тоже 25 страниц, там 25 слов не будет. Несколько слов о России и о том, что там происходит. На стороне ВСУ воюет бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу. И за это время он попал под статью о госизмене в России. Но в интервью украинским СМИ он сообщил, что 70% дагестанцев ненавидят Россию и ждут деоккупации, чтобы получить свою свободу. Мы сейчас наблюдаем, что в России пытаются проходить какие-то там митинги жён мобилизованных. Они, правда, выступают не за прекращение войны, а за то, чтобы вернули их мужей, провести ротацию. А может ли протест вот в тех регионах, я имею в виду Дагестан, мы вспомним, что в начале полномасштабного вторжения там были какие-то протесты. Вот они сейчас могут там тоже начаться и разрастись. Ну, надо просто понимать, что всё-таки протесты в местах, как Дагестан, всё-таки будут носить, скажем, ярко выраженный исламистский характер. Всё-таки надо понимать структуру населения. Ответ, конечно, могут. И не только в Дагестане. Но для этого нужны какие-то победы украинской армии. На самом деле, в российской истории всегда эти вещи были взаимосвязаны. Успехи, не успехи на фронте и внутренней стабильности. И любой успех украинской армии, ну и, естественно, как бы, вот я говорю, флаг Севастополя, это гарантия того, что в России начнутся необратимые перемены. Поэтому, мне кажется, надо понимать, в условиях вот коллапса путинской армии в Украине и последующего коллапса уже российской власти возможно разные, скажем так, геополитические изменения. И здесь очень важно не бояться этого. Да, может быть, Дагестан захочет быть независимым. Что можно сделать? Пожалуйста. Там Чечня, Дагестан. Я не знаю, насколько это хорошо, ровно, потому что я все-таки считаю, что есть большой риск появления действительно вот исламистских образований на юге России, но это решение этих людей просто. Будущее у России есть только в одном сценарии. Нормальное будущее. Это переучреждение государства. Отказ от имперской системы управления. И создание вот этой федерации, конфедерации, может быть, даже, которая была бы построена на других принципах. Но построение такой федерации, конфедерации, как она будет называться, которая базируется на парламентской мягкой управления, она должна начинаться как бы с нуля. То есть территории, которые входят в состав России, должны будут принять решение, что они готовы вместе взаимодействовать и решать совместно какие-то вопросы. Ну, многие вопросы, скажем, о внешней политике, я не знаю, как это в итоге получится. И ясно, что в этом процессе возможны территориальные потери. Дагестан, Чечня, Татарстан. Что делать? Может быть, какие-то и образования не чисто национальные, скажем, захотят какой-нибудь, или независимости, ну, или вот, возможно, разные варианты. Я не знаю, что будет происходить на Дальнем Востоке, скажем, в каком-то Сахалине. А, на мой взгляд, как раз фактором, который может позволить сохранить вот это пространство, единое экономическое пространство, является как раз Китай. Потому что люди, живущие, скажем, к востоку от Урала в России, они понимают, что отказ от единого пространства почти наверняка придет к тому, что Китай начнет просто доминировать в этих областях. И, соответственно, в общем, выбор между вот как какой-то договоренностью конфедеративной российских территорий о создании нового государственного устройства или переход практически под китайскую руку, под китайский, ну, становиться китайскими протекторатами. Снова я говорю, мне неизвестен как бы вот конкретный сценарий. Непонятно, что перевесит в какой-то момент. Но сегодня важно просто для себя зафиксировать. Нельзя строить план на будущее России, исходя из унитарного характера государства. Если какие-то территории собираются, как говорится, жить самостоятельно, это их право. Потому что процесс распада империи в 1991 году не завершился. На самом деле он должен завершиться. Империя должна отмереть. Империя не место в 21 веке. Если на месте империи появится государство, похожее, в границах, ну, не сильно отличающихся, но построено по другому принципу, это хорошо. Это как раз исторический шанс для России войти в евроатлантическое пространство. Но для этого необходимо пройти вот этот тяжелейший процесс как бы фактически распада имперского. И он не начнется, пока не будет проиграна война в Украине. Потому что идея империи должна быть убита о разгромах в Украине. Она должна умереть в головах людей. То есть люди должны понять, что все, время империи кончилось. И тогда протесты в России начнутся уже идти по другому сценарию. Потому что сегодня, как вы правильно сказали, эти протесты все-таки связаны как бы с личными интересами. Верните там мужей, братьев, отцов, сыновей. Они там воюют. А почему другие не воюют? Там же социальная справедливость. Ну, кстати, дети начальников не воюют. Мы же это проекционно видим. Они там между Лондоном и Дюбаем сейчас там прячутся. Но это не протест против войны. Это протест против социальной несправедливости в условиях войны. Поэтому говорить о том, что этот протест может привести к окончанию войны, мне кажется, довольно-довольно было бы оптимистично. Кроме того, надо понимать, что путинский режим, он же достаточно грамотно ведет мобилизационную политику. Москва и Петербург почти не затронуты. Именно с этим связан отказ от дальнейшей мобилизации. Потому что все-таки крупнейшие мегабариты Московской области и Петербург, Ленинградской области. И тут мы видим, что цифры минимальные по сравнению с другими регионами. Правильный, как говорится, правильный расчет, потому что только московские протесты могут что-то поменять. А протест в Челябинске ну пусть снова не протестуют. То есть поэтому ждать каких-то перемен здесь нельзя. И я думаю, что этот протест, он, конечно, будет их нервировать, но он не дает, на мой взгляд, никаких оснований до большого оптимизма. Так, наверное, Путин и или коллективный Путин, они же тоже понимают, что ситуация на фронте, она связана с тем, что происходит внутри. И сейчас многие вот говорят о том, что мясные штурмы оккупантов вокруг Авдеевки, на нашей территории, это как раз для того, что Путину нужна какая-то победа накануне так называемых выборов. Вот что вы об этом думаете? Ну, естественно, конечно, нужны какие-то военные успехи. И, в общем, тот факт, что там те люди, которые планировали брать Киев за три дня, там уже пытаются там много месяцев там взять Авдеевку, это просто показывает, как бы, как изменился масштаб их план. Но я не разбираюсь вот в тактических особенностях вот этих боев. Скорее всего, Авдеевка имеет какое-то еще там, наверное, тактическое значение для линии фронта. Но, в первую очередь, конечно, это психологический вопрос. То есть, как бы, нужна какая-то хотя бы победа. Там, скажем, Баху тоже был каким-то символом. Вот. И поэтому там Пригожин там лез там из кожи вон, чтобы его захватить. Хотя, также понятно, что эти успехи не влекут за собой никаких стратегических целей, не дают никакого стратегического преимущества. Но, опять, главное, с точки зрения Путина, это, мне кажется, все-таки даже не столько взять Авдеевку, хотя это, конечно, тоже важно, как удержать линию фронта. Вот, на самом деле, вот, что сегодня позволяет режиму удержаться, это стабильная линия фронта. То, что вот Запад дал время после разгрома под Харьковом, который мог бы привести к разгрому всей российской группировки, Запад фактически не дал Украине вооружений, которые могли бы просто на плечах отступающей российской армии просто там войти, там, я думаю, и в Донецк могли бы войти. Но прошло много времени, выстроена там сеть укреплений, которых мир не видел со временем Первой мировой войны, там, там, 6 тысяч километров разных укреплений. И вот это, мне кажется, самое главное, держать линию обороны. То есть гарантировать, что украинская армия не сможет добиться никакого реального успеха. И путинская пропаганда, ну, и их доброжелатели на Западе постоянно говорят о том, что украинское наступление провалилось, ну, не достигло целей, которые были поставлены, но оно не могло достигнуть этих целей, потому что без господства в воздухе, даже без нормальной авиации, без ракет дальнего действия, сегодня ожидать колоссальных успехов невозможно. И все равно Украина, мне кажется, добилась больших результатов, потому что все равно путинская армия в обороне, в стратегической обороне. Несмотря на, в общем, то, что вооружение, которое получает Украина, явно недостаточно для нанесения решающего удара. Гарри Кимович, огромное вам спасибо за интересный разговор и за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Гарри Каспаров был с нами на связи. Вы, друзья, обязательно напишите свои комментарии, поставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, желаю только хороших новостей, берегите себя, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok